Дим, большое спасибо! Ну это вот, прикинь какой, метр на 2-10, букет 211 килограммов, 30 килограммов платья из цветов и 40 килограммов одна невеста. Это вообще уму непостижимо. Но создать праздничное настроение можно и без такой горы цветов, как говорится. А с помощью сахарной ваты, которую вы уже успели заметить в нашей студии, действительно со сладким, с классным, с таким немного детским или не только настроением, наш гость появляется в этой студии, Евгений Зазуля, мастер сладкого искусства. Доброе утро, друзья! Сегодня я пришел и просто так, я хочу вам максимально подплатить это утро, потому что сегодня же праздник ежедневный, но сегодня будет особенный, потому что вместе мы создадим невероятную сахарную планету. Сладкое, я думаю, будет максимально утро. И мы начинаем создавать эту планету. Она сейчас будет, конечно, увеличиваться, потому что она растет. Пока не очень похожа на планету. Ты же не знаешь, как зарождалась наша планета? Ну, все верно. Вначале тоже была такой. Потому что первый вкус, я всегда говорю, это молочный вкус. Молоко же с утра полезно. Полезно. Так. Обязательно и нужен. У меня очень много вкусов. У меня сейчас вкус виноградный, есть клубничный, ой, есть голубичный. На все вкусы, на все вкусы. А, томатная паста. Томатная паста. Ну, я думаю, пока еще рановато. На Новый год можно, да, со вкусом холодца, там что-нибудь такое. У нас можно прижиться. У меня, кстати, есть специальный вкус для мам. Я сегодня не взял, но он есть в разработке, потому что наши мамы очень любят говорить, что мы на диете. И я для них специально разработал новый вид сладко-сахарного свежего огурчика. И тогда они просто не хватает ложки. И они, правда, очень удивлены этому вкусу. И мне это очень радует, когда не только дети принимают участие в моей программе, а также наши удивительные мамы, папы. АПЛОДИСМЕНТЫ Такая у нас планета. Я добавлю самый, наверное, вкус, который любят девчонки. Это вкус клубники. От этого вкуса, ой, аромат будет сегодня. Тут у вас есть день. Как мы и хотели. Да, друзья, а я хочу, чтобы эта планета светилась. Можно здесь немножко сделать. Здесь сейчас посмотрите. Эта планета, она образуется. И она сейчас станет еще и разноцветной. Опа! С хвостом, как комета, получается. Скажите, пожалуйста, как бы вы назвали эту планету? У каждой планеты должно быть имя. Как? Давайте я подскажу. На этой планете постоянно веселье, радость, дни рождения. Казантип. Казантип. Я не буду сказать, почему, но а мне нравится. Вот такое у нас сказано. Это планета хорошего утра, я думаю, мы можем ее так назвать. Хоть она и не оранжевая пока. Оранжевый есть вкус. Это апельсин, все знаете, да. И, друзья, мы создали самую сладкую планету. Итак, ура! Ура! Мама, что ты? Идите скорее к нам, Евгений. Друзья, а это планета. Наташа, твой райдер соблюден. На, держи. Отдельная мистерская. Н-а-га-не-с-та. Паш, вы можете побеседовать пока. А что ты будешь делать? А чувствуется вкус клубники или что? Угу. Ну все, теперь вся планета в помаде получается. Классный пример того, когда в жизни можно начать все заново. Евгений, расскажите о том, как вы вообще решились на вот эти перемены. Перемены для меня были колоссальны, потому что я 8 лет закончил образование инженер. Инженер, получается. Инженер. Да, и мне захотелось чего-то новенького, праздника. И я приобрел сладкую сахарную аппарату для, как подработка. Но понял, что это что-то большее. И я скажу то, что когда есть праздник сладкая сахарная вата, это, ну, одно, наверное, без сладкой ваты сложно что-то представить. Такие различные, там, как цирк, да, как детство, вкус детства у каждого. Любые выходные ассоциируются с тем, что ты идешь в парк, там будет мороженое, сладкая вата. Это ведь действительно какое-то... Но не столько. Ну, я такое оторвалась за все свои годы. Я смог объединить кулинарное направление и творческое, где мы с детками не только кушаем ее, мы также смотрим на это все. Мы можем участвовать, мы можем создавать эти различные фигурки, друзья. Вот это как происходит, создается, значит, наш единорог замечательный и вот это у нас... Это из мультсериала «Тролли», разве не заметно? Это же «Розочка», это «Розочка». Точно, точно. Нам приходится быть в теме, да, получается? Ну, конечно, я должен понимать и чувствовать своего, скажем, зрителя. Ну, понятно, зрителя, там, фиксики, бакуганы, все дела, короче. То есть слишком осведомлен для человека, у которого нет детей. Да, как вот это, сколько на создание уходит? В основе вот, как бы, вот эта технология, да, наматываем? Да. У меня уходит времени 2-3 минуты с детками, уходит чуть больше. Час. То есть нужно подготовить? Нет. Но они же еще едят параллельно. Да, потому что остановиться, честно сказать, невозможно практически. Евгений, вам огромное спасибо. Ну, прям сахарные шедевры. Всем, кто завтракает, приятного аппетита. Ну, а праздники у нас-то не заканчиваются. Впереди 23 февраля, 8 марта. И наша коллега Лиза Горшенева решила выйти на улицы Краснодара. И узнать, что же хотят мужчины получить на этот праздник. А что дарить женщинам-мужчинам? Давайте смотреть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ